Гугл фастпэйр. Молниеносное подключение на борту. Программа Realme Link для обновления прошивки и переназначения тапов. Чип R1 игровой режим. Адский запас громкости и басы во вкладышах. Три цвета в наличии. Их первая версия была хороша. Они убрали лишнее, снизили цену, допилили программное обеспечение и… Тьюб 563 Всем привет, вы на канале Польза нет, здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры без лишних слов. Подписывайтесь с лайком. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Realme Buds Air Neo. Их первая версия Realme Buds Air была у меня на обзоре 4 месяца назад. Они мне понравились и я оставил их себе. Теперь могу для вас их сравнить с версией Air Neo. Заодно расскажу о новинке. Конечно, периодически вспоминая AirPods 2, которые также юзаю. И мы все и так понимаем, что все пытаются сделать аналог яблочных ушей дешевле и лучше. По мне у Realme получается неплохо, дешевле. Пакинг. Экономно, стильно, весело. Пахнет клеем. Как часто бывает у Realme. Хорошо, что на качестве это не отражается. Вскрыли. Внутри инструкция, наушники, кабель зарядки, microUSB и бокс. Инструкция нужна только для того, чтобы скачать по QR-коду программу Realme Link. Сразу отмечаю, на iOS системах этой программы нет. А теперь поступательно. Бокс относительно первой версии Air потерял в ширине миллиметр. У него исчезла беспроводная зарядка и разъём Type-C. Realme решили ударить по лютому эконому и здесь теперь только microUSB. И пусть я это дело не поддерживаю, но что имеем, то имеем. Вес бокса 31 грамм. Размеры 41 мм на 49 и на 23 мм. В кармане выглядит странно, но не критично. Крышка при тряске не открывается. Зазор у крышки космос, а вот люфт минимален. Пластик глянцевый, до airpods как до космоса, но не самый дешёвый. Не дешманский китайский. В комплекте есть фирменные чехлы, я на них как всегда не тратился, хотя внешне они мне нравятся. Ёмкость 400 мАч на 4 перезарядки наушников хватает. Главное, что они оставили чип R1. Остальное потерять было конечно обидно, но терпимо. При этом сборка бокса в Neo намного аккуратнее, швы меньше. Одинокий диод на боксе становится красным, если заряд бокса меньше 20%. Кнопка щёлкает, как и в подделках airpods. По наушникам. Они практически такого же размера, максимум миллиметр прибавили в ножки, и может быть чуть-чуть пузатей на полмиллиметра стали. Внутри в них вставили динамический драйвер, уже на 13 мм, полууретановый титановый динамик. В обычной версии air был 12 мм. Исчез металлический ободок на ножке, и поэтому они стали более похожи внешне на airpods. Для человека не разбирающегося в портативных наушниках практически неотличимы. В ушах убрали датчик приближения. Для управления наушниками используются сенсоры. Сенсоры у меня работают адекватно. Хотя отмечу, что за неделю использования через программу новая прошивка мне прилетала целых три раза, при том каждый из этих раз добавлялись новые функции и наушники начинали работать с меньшим количеством багов. Вот в итоге багов по сенсорам сейчас уже нет. По одному использовать наушники можно. Защита от влаги IPX4. И мне их топить жалко. Могут умереть. Дождика они конечно не боятся. Сенсорами можно вызвать голосового помощника, перелистывать треки, сбрасывать или отвечать на вызов, ставить на паузу и включать проигрывание. Активировать игровой режим минимальной задержки. Bluetooth 5 версии через две стены у меня ловил. И по стабильности соединения с телефонами Google Pixel 4, OnePlus 7T Pro и iPhone 11 Pro Max у меня проблем не было никаких. Как узнать заряд бокса кроме красного диода – загадка. В программе заряда бокса нет. По автономности конечно же чехарда. Правый наушник разряжается быстрее левого. У левого остаётся 30%, когда правый уже полностью разряжен. Здесь внимание! На 100% громкости, если вы решили использовать наушники как портативную колонку, правое ухо живёт 1 час 40 минут. Левое – 1 час 55 минут. На 50% громкости, которой вам хватит за глаза, слушать можно не менее 3 часов 10 минут. Полный заряд наушники получают всего за 40 минут в кейсе. Задержка есть как и во всех ТВС. При активированном игровом режиме в пабге задержка минимально заметна, но заметна. Вот вам пример. На ютьюбе задержки практически нет. Микрофоны по мне неплохие. Стандартно два мини теста, но опять же это не затычки, поэтому ничего удивительного. Пример работы наушников Realme Buds R – Neo рядом с дорогой. Ветра практически нет. Вот так они и будут работать ориентировочно. Тест микрофонов Realme Buds R – Neo в помещении. В принципе, в помещении работают неплохо, даже вроде бы шумодав отрабатывает, но опять же оценивать вам, потому что все эти суждения – они относительные. Я очень часто говорю – микрофон хороший. Люди говорят – ну в тесте же он был плохой. Либо говорю наоборот, что микрофон плохой, а люди считают, что в тесте он хороший. Решать вам как начитал, как наговорил, так наговорил. Программа дополняет эти наушники каждый раз при новой прошивке новыми возможностями. Не удивлюсь, если они завезут возможность изменения громкости. Три дополнительные фишки прямо сейчас – это увеличение номинальной громкости, чтобы перебить гул танка сопровождения, а рут они и так громко, а с активированной этой функцией я бы сказал – нереально опасно громко. Вторая – игровой режим. Задержка становится ещё меньше, но опять же в играх она всё равно заметна. И третья – активация басов. Работает при этом тоже заметно. Кодеки AAC и SBC Звучание – чистое, объёмное и насыщенное. Никакого белого шума нет, на максималках и минималках не шипят. При активации функции супер баса появляются раскатистые плотные басы, что не свойственно вкладышам. Насколько это возможно для данного форм-фактора. Звучание однозначно не хуже, чем у обычных Air, а по басам даже лучше. Что странно, эти наушники намного лучше играют с айфоном. По звучанию хуже, чем AirPods и Vivo TWS Neo, но они и в разы дешевле. Цена по ссылке в описании к видео в районе 39 долларов с бесплатной доставкой. Она постоянно плавает, зависит от вашего аккаунта, от того есть ли распродажа или нет, да и вообще от погоды китайской. Отзывы под товаром уже есть и они прибавляются. Читайте сами и решайте нужны они вам или нет. Резюмирую, советую. Одна из удачных экономных реплик AirPods. С одной стороны микро юсби, древняя, автономность прямо на грани и звук на свою цену, не лучше. С другой – минимальная задержка в ютьюбе. Потребное микро и три цвета. Жаль, что когда я покупала, в распродаже не было красных. Как первые вкладыши более чем пойдут. Следующий обзор на новые очки для компьютера от сяоми. А ещё я тестирую пиксель гугл батс 2. Фаворит во вкладышах всё ещё Vivo TWS. Не поменялся. На канале в розыгрыше 5 Mi Band 5 серии каждый месяц и ещё более 12 гаджетов, которые я перечислять не буду, читайте описание. Все условия там. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом. Девайсу да или нет польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья.